Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 1 Коринфянам 12, 28. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями за 2 ноября 2019 года. Ну и обращение, барабаша, может кто-то откликнется, поможет приобрести комбайн. Вы задерживайте, чтобы прочитать можно было, я более быстро буду протягивать материал. Вот тут все просят купить книги, они же заканчиваются книги-то. Иисусе Христе, Сыне Божий. Видите, какие большие материалы. В каждом томе 33 тома, открытым оком. Сколько вопросов. Вячеслав Семенов пишет. Тинниковой следовало прощение попросить у Игнатия Тихоновича за свою сатанинскую ложь, которую она выкладывала у себя на странице ВКонтакте, называя Игнатия Игоревича ложецом. И теперь, как змея на скобородея, мол, хороший Игнатий Иксович, но любви, смирения, послушания нет. Игнатий Иксович к себе в дом принимал. Ел, что говорится, из одной тарелки с ней. И она еще после этого вылила кучу злословия на него. Тут не то, чтобы на верующий уровень. Тут не каждый безбожник так поступает. А тут мне прислали ролик, я говорю, но слова не могу понять. Если можете, напишите мне слова этой песни. Эльдар артист посвящается Игнатию Лапкину. В свете Библии песня под гитару. Ну, и вот тут начали. Или Ездоров пишет. Заступился за тебя сам владыка всей земли. В семя поцеловал Господи. И восьмой десяток лет подарил, чтобы братьев и сестер Слово Божьим учил. Книги стал писать рукой Господней. Детишек воспитал по уму до совести. Долгих лет там выздоровел Игнатий Батюшка. За крест, за веру, за Бога, темница до кандалы. С иконой, с молитвой, три строка. Не предал Христа, не забыл. За крест, за веру, за Бога погибло немало людей. Их души сейчас на пороге, на пороге райских дверей. Натравили на тебя орлов да коршунов. Орвали плоть, ну, а душа, как у Господа. И восьмой десяток лет Божий подарил, чтобы братьев и сестер Слово Божьим учил. Вы полмира босиком, да с проповью. Только вас кнутом, да в лесу плюют. Долгих лет вам выздоровья Игнатий Батюшка. А дальше повторяется, спаси Христос. И Лена Гладыщук. Вот как она все это расслышала. Я не могу расслышать там, как поет он. Еще будет. С иконой, с молитвой, три строка. Вот так считайте. Салатская церковь превратила в общение, в патриархов. Это объясняет житие святой, как она обманула варвара, сказала, дам травы, которая спасет от меча. Положила на шею проверить, он отсек ей голову. И вот как об этом рассматривать. Переписка Вячеслава Семенова с Артуром Мелкостетяном. Правильно, говорит, или неправильно, я ему ответил. Это что показывает, как наши братья, сестры, разумеют, пишут между собой. Это переписка, письма, эпистолярное наследие. Братья Карамазах, великий мудрый дух, дьявол, говорит эти же самые слова Христу. Так, мы исправим подвиг твой. О, мы убедим их, наконец, не гордиться. Ибо ты вознес их, и тем научил гордиться. Мы им позволим грешить. Тихо умрут они, тихо угаснут твое имя твое, и за гробом обрящут лишь смерть. Говорят, что ты придешь со своими гордыми и могучими. Но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. То есть я, дьявол, это папа, патриарх, ушел от гордых и воротился к смиренным. Мы разрешим в слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения. Ну, откуда? Вопрос тут задают. 1492-й, пятый том, открытым оком. Это выставили в интернет, берут и выставляют. Часто ли вам приходится переживать горечь Давида, когда идущий твой хлеб поднимает на тебя пету? И отчего это происходит? Я даваю ответ. Давайте ответ. Вот он ответ. Прочитайте, я читать не буду. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такой был домашний, тихий, спокойный, но насыщенный день. Богу слава.